Республиканский конкурс проводится во второй раз и уже видно, он набирает популярность. В этом году за звание лучших в своей сфере боролись 26 действующих и потенциальных экспортеров. Работа на иностранных рынках дает нашим предпринимателям новые возможности для развития и знакомит зарубежных потребителей Хакасии. Задачи стоят амбициозные на этот год и данное мероприятие показывает, что наш малый и средний бизнес готов идти на торговые площадки. И я уверен, мы можем заявить, что республика Хакасия способна давать качественный, высококлассный продукт на международном рынке. Сегодня продукцию из нашего региона можно встретить на прилавках Германии, Великобритании, США, Италии, Таиланда, Вьетнама, Китая. И география стран постоянно расширяется. Наши предприниматели поставляют за рубеж травяные чаи, кондитерские изделия, сувенирную продукцию, мебель для лошадей. Такие результаты не могут не радовать, отметил представитель МИДа России в Красноярске Артем Захаров. Год, который начался, для нас будет во многом показателем, потому что то, что мы в прошлом году не смогли реализовать, отложили, теперь мы должны реализовать в этом. Границы потихонечку открываются. Мы уже принимаем первых иностранных гостей. И я верю, что вместе с вами, с предпринимателем, у нас обязательно все получится. Для помощи предпринимателям в республике создан Центр поддержки экспорта при Фонде развития Хакасии. Здесь готовы оказать комплексную поддержку всем, кто хочет выйти на международный уровень. Что такое экспорт, как им заниматься, помогает именно предметными услугами, от перевода информации, до поиска партнеров за пределами страны. Мы работаем, мы выполняем задачи, поставленные правительством, мы помогаем нашим предпринимателям продавать свои товары за пределы нашей страны. Объем и география экспорта, представленность на электронных торговых площадках, участие в международных выставках. Вот показатели, которые оценивала компетентная жюри. Всего было пять номинаций. Лучший экспортер года в сфере услуг, промышленности, агропромышленного комплекса. А также номинации прорыв года и экспортный потенциал открытия года. На экспорт вышли только в 2020-м. И травяной чай – это наше все. Вот начали рассказывать про это всему миру, благодаря экспортному центру. И для меня поэтому особенно, наверное, важна эта награда, что мы в самом начале пути уже какие-то успехи достигли. В номинации прорыв года участвовали опытные экспортеры, которые показали значительный прирост по объемам и географии продаж. Самая многочисленная номинация «Экспортный потенциал открытия года» создана для тех, кто серьезно настроен и уже готов поставлять свои товары на зарубежный рынок. Мы потенциал только еще планируем, но у нас уже переговоры идут и планы есть. Спасибо организаторам конкурса, все на высшем уровне. Замечательно прошло мероприятие. Спасибо. В награду победители получили дипломы и сертификаты на различные образовательные и консультационные услуги. Например, курс обучения деловому английскому или навыкам презентации, продаж и проведения переговоров. А также у лауреатов есть возможность участвовать в окружном этапе конкурса и в случае победы представлять Хакасию на всероссийском конкурсе «Экспортер года». Мария Мишнина, Дмитрий Щедлов, РТС.